В Новосибирской области чествуют сотрудников пожарной охраны. Сейчас за безопасностью лесов и домов следят больше 5,5 тысяч человек. Систему, кстати, скоро модернизируют. В планах построить еще три пожарных части. О тех, кто борется с опасной стихией, в нашем сюжете. Жар, дым и языки пламени. Условия труда не из простых. Каждый день на дежурство заступают больше тысячи огнеборцев региона. Благодарственные письма сегодня вручают тем, кто ради чужой жизни рискнул своей. Мой личный состав из подвала горящего достали. Было сильное задымление, нашли его. Человек потерял сознание, но мы его, соответственно, достали и передали сотрудникам скорой помощи. Кто, если не мы, как говорится. Очень нравится своя работа. При этом, что она ответственная. С детства нравилась пожарная охрана. Каждый год почти тысяча спасенных душ. Цифры по области средние, но показательные. Особое внимание пожарные уделяют профилактической работе. Динамика последних лет, гибель взрослых людей сократилась на 20%, детей на 40%. Благодаря вашим усилиям, вашей настойчивости на большинстве объектов Новосибирской области поддерживается на ближайшем состоянии системы сигнализации, поджаротушения, оповещения, выполнения других противопожарных мер. Еще один аспект воспитания подрастающего поколения школьников принимают в кадеты. Мы стреляем в тире, плаваем в бассейне, и у нас проходят разные учения. Мы разводили огонь и тушили его с разных огнетушителей. Защищают от огня не только профессиональные пожарные, но и добровольческие объединения. Патрулируют леса и опасные зоны. И сегодня 50% территории Новосибирской области прикрывается подразделениями добровольных пожарных общей численностью около 12 тысяч человек. Их значимый уровень существенно возрастает в пожароопасный период. Ежегодно добровольцами ликвидируется около 6 тысяч в ландшафтах пожара. Новосибирский пожарно-спасательный гарнизон один из самых крупных в стране. И скоро вырастет еще. В регионе планируют построить три новых части на территории Ледового дворца спорта «Сибирь», в Наукограде Кольцова и в селе Барышево. Екатерина Широких, Борис Гладких, Новости ОТС.